Моё выступление, я его построил в таком, в краеведческом плане, в краеведческом плане. Мы, Казань, конечно, гордимся пребыванием ряда императоров, понятно, не всех, рядом высоких духовных лиц. Ну, вот смотрите, июнь 1722 года, это Пётр Великий, да, слава Богу. Ваша тематика, Гузель Возриховна, когда вы плотно очень работаете, это императрица Екатерина II, май 1767 года. Это май 1798 года, пребывание Павла I вместе с двумя сыновьями, Константином и Александром. Пребывание Александра I, Александра II, Александра III, Николай II в нашем крае неба. Ну и, понятно, высокие духовные лица. Кстати, небольшой период, два с половиной месяца, 1892 году, с июня по август месяц, ректором был назначен будущий патриарх московский и всея России, подчёркни, Руси, а всея России, это Тихон Белавин. Ну и мы гордимся тем, что в нашем Благовечественном соборе Белый Клобук на главу в мае 1868 года был водружён на главу Иннокентия, митрополита московского и коломенского, до этого вы, хорошо, наверное, знаете, иркутского. Вы знаете, историография темы пребывания Петра I достаточно изучена в основном нашими казанскими историками, Пенегиным, Загоскиным, в середине, во второй половине XIX века, но, так скажем, что главным для нас источником является писанной рукой самого императора путевые записки, так называемые юрналы 1722 года, которые были опубликованы в Санкт-Петербурге в 1865 году. Ну, конечно, из наших сегодняшних современных казанских исследователей я бы выделил работы Горзавиной, Девятых, Евгения Алексеевича Липакова, Саначина, Файзер Ахманова и так далее. Далее три, и уже четыре года получается, четыре года назад мы достаточно широко отметили здесь, почему-то вот представителей нет нашего Института Истории Академии Наук, три столетца дня основания казанского адмиралтейства, то есть наш Институт Истории Академии Наук провел достаточно масштабную конференцию. Ну, и вы знаете, за эти полтора столетия изучения, ну, достаточно количества фейков. Первый фейк, который достаточно распространен, особенно среди экскурсоводов, которые проводят экскурсии, что император здесь отметил свое пятиселетие. Пятиселетие император здесь не отмечал, по старому стилю, 29-30 мая, он достаточно широко отметил в Нижнем Новгороде, в доме крупного солепромышленника и землевладельца Александра Строгана. Дом там, к сожалению, не сохранился. И юбилей монарха, ну, так уж получилось, оказался приуроченным к пятисотлетию Нижнего Новгорода. Император отплыл в Казань, чтобы проинспектировать состояние верфи Адмиралтейской Слободы и отправиться в персидский поход. 36-ти весельная галера Москворецкий, ну, достаточно большая, так визуально представьте, 42 на 16 метров через Свиярск, прибыла в Казань в 4 утра 2 июня. То есть, даже неправильно говорить в Казань, потому что тот правый берег, правая сторона Казанки в черту Казани вошла только после 1917 года. То есть, правильно сказать, в Слободу, правильно сказать, в Ягодную Слободу или в Адмиралтейскую Слободу, но пока не в Казань. То есть, где-то в трех верстах от города, но мы еще до сих пор не определили, у верфи либо Адмиралтейской Слободы, либо у Ягодинской пристани. Здесь встает вопрос, где он ночевал. Ну, уже такое поветрие, миф такой уже распространенный достаточно, что он ночевал у Микляева или у Михляева. Какая необходимость ночевать была и спать в чужой постели, когда у него все условия были на галерии. Значит, у него он не ночевал и, по всей видимости, в тот период он с ним не встретился. То есть, 2 июня с инспекторской проверкой император посетил Адмиралтейскую верфь, самую крупную на Волге для строительства судов для Каспийского моря и Волжского бассейна. То есть, уже с конца 17 века до этой верфи в Казани начали спускать на воду суда. Ну, вот смотрите, в 1710 году на Балтику 5, на Зовское море 8. И как раз к этому времени тоже вот такой миф гуляет. Была построена семьярусная, я думаю, если вы в Кремле были, обратили внимание, семьярусная Сюмбекина башня. Сюмбекина башня никакого отношения к ханскому времени не имеет. Она построена в первой части 18 века, это 1709-1713 год, как смотровая или как проездная башня. Да, даже Гузель Возыглев, посмотрите на кирпич, плинфа, он поуже, несколько вытянутый. В 1718 году Петр Великий издает указ о строительстве верфи на землях, принадлежащих Свято-Успенскому Зеланту монастырю и у татарской деревни Плотников, Биш-Болта, что в переводе с татарского означает «пять топоров» с филиалами как в Астрахани, так и в Нижнем Новгороде. В этом же году была организована цифирная школа, то есть в первой половине 18 века население города у нас составляло 40 тысяч человек. Эта самая адмиралтейская верфь просуществовала до 1829 года, то есть вот за эти 111 лет, потом была переведена туда ближе к югам, к южным границам империи и Каспийско-Черноморскому бассейну в Астрахань, было построено около 400 судов бомбардистские корабли, галеры, фрегаты, корветы, боты и так далее. Первым руководителем адмиралтейства был вице-губернатор Кудрявцов, сын Нефета или Мефодий Никич. Ну, жизнь у него была достаточно богатая, достаточно, дай Бог, каждому из нас, достаточно продолжительная. И, вот смотрите, в возрасте 91 года он встречает Екатерину II около Казанского монастыря в июне 1767 года, но, к сожалению, жизнь его оборвалась 14 июля 1774 года на территории Казанско-Богородского девчьего монастыря, и где он был пугачевцами убит в возрасте 98 лет. Ну, вначале я в первых публикациях несколько ошибся и полагал, что его похоронили на территории Казанского монастыря. Это один из первых гражданских лиц, которому именно бюст памятник на территории монастыря в России, даже сказать, был поставлен. Но был похоронен он на территории Свято-Виденского Кизического монастыря. Потому что я ссылку делаю на Казанский биржевой листок газеты 1975 года, 10 августа. Прошло 100-101 год, и уже, сказать, его могила, его часовинка пришла в негонное состояние. Но, к сожалению, от того времени до наших, значит, дошел лишь камень Ильи Андреевича Толстого. Это дед Ильва Николаевича Толстого. Нижняя плита. И то туда-сюда, так сказать, ее возили. Не на это месте, как бы могила кинотавка. 3 июня он уже прибывает в сам город. И первый, кто его встречает, это митрополит Тихон. Знаете, здесь, если мы маршрут-то более-менее его видим и знаем, то нам интересны люди, нам интересны лица, с кем он непосредственно встречался. Читаем. Полили испугших со всего города, и слушал литургии в соборной церкви, и кушал у митрополита Тихона, оттуда был в монастыре девичьем, где чудотворный область явления казанской благородицы, потом был у вице-губернатора Кудревцова. Вот как раз с отцом Кудревцовым, Никитой Алфеевичем, он встречался в конторе. Ну, я думаю, наш Саначин, наш историк, наш такой въедливый крыльц, все-таки правильно определил, что вот эта контора находилась в здании, купленном еще в 1719 году, рядом с девичьим монастырем, и с губернатором Салтыковым. Я вот так и не нашел конец жизни, да, Никита Алфеевич, я даже вот не знаю, когда он у нас и скончался. Здесь у нас был 13 лет вице-губернатором, заготовлял дубовый леса для Санкт-Петербургского адмиралтейства, ну, а Салтыков губернатор до 2024 года, который сменил своего отца. В Казани Петра, исходя из его личного дневника, первым, еще раз подчеркиваю, встретил митрополит Казанский-Свиярский Тихон, воинов Тимофея Васильевича, года жизни 1655-1724, и на кафедре он до дня смерти, 25 лет до марта 1724 года, ну, и практически через год уже ушел в мир иной император. Время пребывания на Казанской кафедре, это, конечно, переломный период, переломный период в нашей истории, когда в 1700 году Петр запретил выборы патриарха в дальнейшем, синодальный период. Ну, так мягко скажем, трудно сказать, как он относился к Петровским преобразованием, и в целом политики Петра в церковных вопросах, но, несомненно, был умелым дипломатом, вел переписку, она сохранилась. Странник, журнал Странник Санкт-Петербург, 1605 год, переписывался не только с императором, но и с полудержавным властелином Александром Даниловичем Меншиком. Кстати, жена Меншикова, она лежит у нас тут на высоком берегу, то есть на правом берегу, напротив Казани, на верхнем условне, не выдержала, как говорится, сердце. Ну, мы сейчас, как краеведы, боремся на то, чтобы восстановить ту часовну, домогильную часовну, место мы один к одному, так сказать, знаем. Переписывался он с императрицей Екатериной, ну и так далее, и так далее. Далее, ну, вряд ли, подчеркнем, митрополит был восторженным поклонником политики Петра. Без цеременно мешать дела духовные, в первую очередь, изъятие в пользу государства больших денежных, материальных ресурсов не могли вызвать одобрение со стороны инициативного архиерея. Ну, сегодня вот один из ведущих Валиева сказал, что его здесь пребывание Петра связано также с пребыванием Болгара, раз мы отмечаем тысячестолетие принятия ислама с унистского толка среди верхушки болгарского государства. Ну, для справки, для справки вам. Волжско-Булгария у нас существовала до 1236 года, дальнейшая была полностью уничтожена. Я в молодости с 67-68-69 год копал как раз и бильярд с Хариком Афресом Хасановичем, даже мне посчастливилось с патриархом булгароведем Смирновым Алексеем Петровичем. На глубине метра, на глубине 70 сантиметров, а бильярд – это великий город, намного больше был, нежели сам Болгар, сам Болгар. И вот на глубине метра 70 сантиметров – это мощный 40-сантиметровый слой пожарища. Всё буквально было. Выгорело, и те остатки людей, так скажем, которые остались живы, они бежали сюда за лесеную часть, за лесеную часть правого берега Камы, Казанки. И по существу здесь начинается история того города, в котором мы с вами находимся. А Волжской, сам непосредственно Болгар тогда, я думаю, Валерий Фашидсин, назвав большой минарет, большой минарет уже тогда не был, был малый минарет, минарет, и вся участь остатков, каменных остатков, она, конечно, находилась в руках местных жителей, местные жители для хозяйственных нужд, что уж, значит, растаскивали, и это достаточно широкое явление, широкое явление. И он его проводил до Астрахани, митрополитик проводил до Астрахани, но, вернувшись назад, получил указ, что будут следить за этими руинами, что эти древние руины, так сказать, остались, остались. Возложил охрану и получил, и поручил скопировать и расшифровать надписи на могильных камнях. Ну, мы скажем, что в то время в окрестностях Болгара они не были заселены, хотя еще со второй половины 17 века эта земля была закреплена за миссионерским Спасо-Преображенским монастырем. Вот когда вы в Кремль, если вы в наш, значит, заходите, сразу, значит, минуя Спасскую башню Кремля, вот с левой стороны руинированные остатки Спасо-Преображенского монастыря. И уже к 1724 году был создан указом Свято-Успенский Булгарский монастырь, которому вот эта территория и была, значит, придана, и далее вырастает, значит, слободка, вырастает слободка. Далее с деятельностью на следующий год, я думаю, значит, митрополит наш Кирилл вознамерился провести достаточно торжественно 300-летие исполняется духовное образование, духовное образование, это 1723 год, 1723 год, это 1723 год, как раз он тоже связан с Тихоном. То есть я хочу сказать, что история православного духовного образования в Казанской губернии ведет свое начало, ведет свою историю с начала 18 века. Ну вот смотри, 1707 год, первая попытка создания в Казани духовной школы, собрали, значит, 30 мальчиков из нерусских народов, ну, правда, воеводы Апракси на следующий год, через год, в 2009 году финансирование, война тяжелая со Швецией, закрывает. 14-й год, указ Петра об открытии в крупных губернских городах циферных школ, 18-й год, вот как раз открытия циферные школы, далее, а уже 23-й год, казанско-славянно-латинская школа, славянно-латинская школа. И подчеркну, что подобные славянно-латинские школы, кроме Казани, были открыты Суздали, Коломни, Вятки, и, как ни удивительно, но если параллель так провести, многое понятно в Холмогорах, в Холмогорах. Ну, я не буду говорить начальную печальную участь этой школы, но все равно, как говорится, истоки, так сказать, ведут и так далее. Далее вы упомянули Петропавловский собор, упомянули Петропавловский собор. Дело в том, что, наверное, обратили уже не казаться внимания, дело в том, что официальная информация, официальная информация гласит о том, что, да, он у нас был в 1722 году, и вот Михляев, который получил в кумпанство, значит, пять было совладельцев купцов, а Михляев Иванов Иванович, он входил в десятку самых богатых, десятку самых богатых людей России тогдашнего, тогдашнего времени, и вот они вознамерились в память, в уважение, так сказать, и так далее. Но дело в том, что уже до этого была деревянная Петропавловская церковь, и уже каменный в 1720 году, в 2020 году, и чудо этого устроения, он же стоит на откосе, где-то 45 градусов, то есть в любом случае это здание должно было уже вести, как Кул-Шариф, Кул-Шариф метра 98, да, уже от оси, сейчас уже 2.04, и 2.14, это достаточно, значит, критично и достаточно опасно. И вот этот дом, со многими загадками, первой четверти XVIII века, дом Михляева, служит как подпорная стенка, как подпорная стенка, и не дает валиться, не дает разрушаться Петропавловский собор. Поэтому под вопросом, под вопросом, был ли он там, и понятно, что этот собор назван не в честь лично его, понятно, что Санкт-Петербург не в честь лично его, а, значит, от духовного водителя, от духовного водителя. Далее, в памяти митрополит у нас сохранился, как благоустроитель Благовещенского собора, выбивал деньги у вице-губернатора. Любимым его пристанищем, так сказать, духовным, была Раистская пустынь, я думаю, кое-кто из вас, так сказать, был, построил, значит, церковку с левой стороны, как вы зайдете, отцев в Раифе, сена из Биеннах, маленькая на, мы здесь бы не уместились там, на семь человек, на семь человек, Софийскую церковь, ну и стены, и башни. Конечно, возжелал, чтобы его там погребли, там погребли, но его похоронили на территории Благовещенского собора. Ну, вы прекрасно знаете, что крупные наши соборы, наши церкви являются местом усыпальницы, что на территории Благовещенского собора похоронено 17 человек, и вот нашими усилиями, моими личными усилиями, уже лет, наверное, 10 говорил, ну обозначьте, с северной стороны 5 захоронений, с южной стороны 3 захоронения. В Борисоглебском пределе у нас 2, получается, наверху 10, и они сохранились, и мы сделаем ссылку на Ивановского, на будущего епископа, нет, будущего епископа Анастасия Александра, Александра Ивановича, выпускника и профессора, словиста нашего Казанского императорского университета. Ну, слава Богу, таблички. А внизу 7 человек, в подклете, где церковь всех святых, там, к сожалению, если, значит, сохранились, то под большим вопросом. Далее 4 числа он осматривал кожевенные заводы, 5 числа суконные заводы, суконные заводы. Ну, и 5 числа, да, у нас не было же таких игрушек, телефонов, так сказать, и так далее, этих, так сказать, ужасных игрушек. Любимая потеха того времени – это травля медведями. И вот мы все-таки нашли, значит, оно произошло, вот это действие, оно произошло во дворе казанского дворянина Есипова. Ну, казанцы, представляете, это переулок небогатый тогда, ныне угол Баумана и мусы жарили. На этой миссии стоит сегодня кинотеатр «Родина». Вот как раз там, значит, травля была. Ну, и 6-го на 40 судах различного назначения, 100-тысячное войско, он отправился туда в один из последних своих походов. Субтитры создавал DimaTorzok